Здравствуйте! В эфире CBC специальный выпуск. Веду его я, Мехрибан Касумова. Будем говорить о ситуации с историческими памятниками на азербайджанских землях, которые долгие годы находились под оккупацией вооруженных сил Армении. Гость специального выпуска это Эльбай Гасамзаде, председатель Союза архитекторов Азербайджана. Эльбай Малем, здравствуйте! Добро пожаловать на специальный выпуск. Здравствуйте! Эльбай Малем, армяне, покидающие Азербайджан, совершают очередные акты вандализма, которые должны быть немедленно осуждены со стороны международных структур. Но мы этого, к сожалению, не видим. Почему молчит мировое сообщество? Почему молчит ЮНЕСКО? Ну, к тому, что Армяне на протяжении всей своей истории всегда отличались именно вандализмом, лживостью и особой какой-то приверженностью красть чужую культуру, чужое искусство, чужую историю, тут ничего удивительного нет. Да, действительно удивительно, почему мировая общественность не реагирует на это все. Вот недавно было опубликовано обращение 120 деятелей мировой культуры, там, великие актеры и так далее. И, честно говоря, я вас уверяю, что большинство из них, из этих 120, может быть, 115, вообще не знают, где находится Карабах и где находится Азербайджан. Мне очень понравилось, что вчера, значит, дипломатический корпус посетил Агдам. Они увидели, что это такое, что там осталось вообще от города. Агдам был одним из самых крупных городов Азербайджана. Это город-призрак сейчас. И сегодня мы видим эти руины, мы понимаем, насколько это все было разграблено, разрыто, разбито, разворовано. То есть, конечно же, мировая общественность должна на это тоже обращать внимание. Почему-то мировая общественность интересует состояние христианских памятников, которые, в общем-то, были в менее благополучном состоянии. То есть, они, конечно, подвергнуты изменениям, они арменизированы. Это памятники периода Кавказской Албании, христианского периода в нашей стране, когда, кстати, христианство параллельно уживалось с исламом и очень даже нормально. Все эти храмы стояли, существовали. И в советские годы Азербайджан их охранял, эти памятники, как памятники культуры. Почему никто не говорит о том, что в Агдаме разрушена Джума-мечеть, одна из жемчужин азербайджанской архитектуры. Почему никто не говорит о том, что в Шуше разрушены Ашагэ, Юхары, Герагага, Мешетари. Почему никто не говорит о том, что разрыты наши кладбища, выброшены из могил, вытащены и выброшены останки наших предков. Почему об этом никто не говорит? И почему об этом не говорим мы на уровне мировой общественности? Эль Баймалю, здесь я с вами не соглашусь. Все-таки мы неоднократно поднимали этот вопрос. Ну, скорее всего, просто, наверное, Азербайджан уже привык к отсутствию должной реакции со стороны мирового сообщества. Но сейчас 21 век. Международные СМИ снимали сюжеты, представляют это различные. В Ютубе везде все есть, в интернете все есть. И все равно молчат. Это ведь достояние и всего мирового сообщества, а не только Азербайджан. Вы знаете, интернет – это очень хорошо. В интернете очень много информации, из которой можно подчеркнуть и что-то полезное в нашу пользу. Но для того, чтобы это сделали деятели мировой культуры, с ним должны работать. Вот я, например, знаю, что наше Министерство культуры обратились в ЮНЕСКО и в ИСЭСКО по поводу состояния сегодня памятников на этой территории. Это очень хороший шаг. Я думаю, что и ЮНЕСКО, и ИСЭСКО какие-то шаги предпримут. Я хочу вам сказать, что как Союз архитекторов мы сейчас готовим очень серьезное обращение к мировой общественности. Именно от архитекторов Азербайджана. У нас очень много архитекторов, ученых с мировым именем, известных далеко за рубежом. У нас очень много практиков с мировым именем, известных за рубежом. У нас есть очень много архитекторов, являющихся членами международных академий архитектуры. От их имени мы готовим сейчас обращение. Такой момент. Армения отрицает факты арменизации чужого культурного наследия. Понятно, вы на этот вопрос уже, можно сказать, ответили. Но, тем не менее, вот, например, древние албанские храмы, которых вы коснулись, они берут, уничтожают надписи, меняют их на армянские. А каким образом определить? Я знаю, что вы об этом не раз говорили. Есть прибор, который специальными лучами определяет древность камня. Это элементарно. Кроме того, они все это написали на современном армянском языке. То есть это очень легко выявить. Есть различие в крестах, сама форма креста у христиан Кавказской Албании, она отличается от креста, который сегодня стоит на армянских храмах. То есть специалистам это очень легко сделать, тем более, что у нас есть еще с советского периода фотофиксация многих из этих памятников. У нас в Министерстве культуры есть паспорта многих этих памятников, того же Гонзасарского монастыря, того же Худаганского монастыря. Есть паспорта, на которых есть и надписи, и кресты, и орнаменты, которые позднее были разрушены, сломаны и заменены на современные армянские. То есть это работа ученых. Я думаю, что у нас есть блестящие специалисты, знающие именно период Кавказской Албании. Я могу как пример привести профессора Гючуру Мамедову, которая долгие годы посвятила именно изучению вот этой эпохи истории архитектуры Азербайджана. У нас есть произведение ныне покойного нашего педагога, нашего учителя, профессора Давуда Ахунного, который провел в свое время очень большие исследования архитектуры Кавказской Албании. То есть это очень легко установить. А на что тогда надеялись армяне, если они знали, что, наверняка тоже знают, что это очень легко установить? Армяне всегда надеялись на одно и то же, что они будут кричать громче всех, и их все услышат. Вот нам надо тоже начать кричать. Сегодня азербайджанская армия под командованием верховного главнокомандующего президента Азербайджана Ильхам Алиева доказала всему военному мировому сообществу, что за 44 дня можно провести войну вот с таким победоносным успехом. Сегодня ученые, наши историки, историки архитектуры, наши реставраторы должны доказать всему миру, что вот эта вся фальсификация, которая была сделана за 28 лет, что это преступление. Есть международные законы, есть Гаагский суд, есть там я не знаю кто, которые должны на это будут отреагировать. Мы еще не говорим о том, что из наших памятников архитектуры украдена утварь, из наших многочисленных музеев, оставшихся на тех территориях, украдены ценные экспонаты на сотни миллиардов долларов. И как нам сейчас с этим быть? Понятно, что Азербайджан обяжет Армению выплатить, но опять же, вот все это сейчас происходит. Почему нет реакции? Уже территории-то освобождены? Если раньше этому мешала оккупация, что там небезопасно, а сейчас там и российские миротворцы находятся? Кстати, о российских миротворцах. Конечно, роль их очень значительна, очень важна. Но вот то, что мы сталкиваемся с тем, что из Киальбаджара, значит, отселяясь армяне, которые там никогда, кстати, не жили в Киальбаджаре, забирают с собой какие-то атрибуты христианских албанских храмов, вот это упрек, кстати, российским миротворцам. Почему они позволяют это делать? Почему они не контролируют? Я часто смотрю программу «Время» по первому каналу российскому, и вижу, значит, да, миротворцы, они стоят, охраняют, они там препятствуют проникновению и так далее. Но обратите внимание, что все дорожные надписи все еще остаются старыми, написанными на армянском языке. Ну, мы это все исправим. Название населенных пунктов, армянизированные в свое время захватчиками, остаются на своих местах. Значит, я думаю, что здесь, наверное, нашему правительству тоже надо как-то вмешаться и поставить этот вопрос перед контингентом российских войск. Что, товарищи, это территория Азербайджана. Все это признали, и Россия признала, и Армения подписалась. Азербайджан всегда знал, что это его территория. Есть четыре резолюции Совета Безопасности ООН, что это азербайджанская территория. Так давайте на этой территории жить по законам Азербайджана. Давайте, чтобы надписи были на азербайджанском языке, чтобы возглавляли эти районы представители коренного народа этой страны, и чтобы те, кто возвращаются, на самом деле были беженцами оттуда. А никто попал, захотел сегодня, в Армении ему плохо живется, он собрался и поехал, сидит теперь в Ханкианды. Я вчера, значит, столкнулся с цифрой 15 тысяч или 25 тысяч. Уже переехало, да? Они что, все жили в Ханкианды? Они все жители Ханкианды? У них есть прописка, у них есть азербайджанские паспорта, что они обратно возвращаются на территорию Азербайджана. Вот на эти вещи тоже надо обращать внимание, потому что залог наших последующих шагов, это разбирательство, суды, это поиски наших артефактов, украденных по всему миру. Это длительный процесс, который растянется на многие годы. Но для того, чтобы он велся успешно, одним из главных условий этой успешности является соблюдение законов Азербайджанской республики на освобожденных всех территориях. Я, например, считаю, что мы освободили не только Шушу, мы мирным путем освободили Агдам, мы мирным путем освободили Лачин, мы мирным путем освобождаем Кельбаджар, и я считаю, что мы мирным путем вернули обратно в юрисдикцию Азербайджана и все другие районы Нагорного Карабаха, те, которые сегодня находятся под контролем российских миротворцев. Они следят за соблюдением порядка, но это уже азербайджанское государство однозначно, поэтому наши законы на этих территориях должны работать. Абсолютно с вами согласна. Альбам Алим, такой момент вы уже отметили, коснулись насчет того, что ряд деятелей культуры обратились в ЮНЕСКО с просьбой включить памятники христианского культурного, художественного и архитектурного наследия Нагорного Карабаха в список всемирного наследия для их дальнейшего сохранения. В отношении памятников христианского значения, мусульманского, разве может быть такой избирательный подход? Ну это вот, видите, это еще раз подтверждает, что речь идет не только о армянах и азербайджанцах. Для мирового сообщества сегодня очень важный фактор это христианство, к которому, кстати, в Азербайджане всегда относились с большим уважением. И вообще в исламе христианство относится с большим уважением. У нас в священной книге Коран многочисленные повторения имен и пророка Иисуса, и его матери Мариам. То есть это говорит о толерантности нашей религии, не только нашего народа, но и нашей религии. Мы признаем всех пророков, которые предшествовали нашему пророку Мухаммеду и относимся с уважением к этим религиям. В священной книге есть такие слова. Если бы я хотел, я бы дал вам всем одну веру и один язык, но я хотел, чтобы каждый из вас избрал свой путь ко мне. То есть путь каждого человека на земле, независимо от его вероисповедания, к Аллаху, к Создателю. Вот они с этого пути сошли, те, кто подписали это обращение. Они, видите ли, беспокоятся за памятники христианства, а почему они не беспокоятся за памятники мусульманской архитектуры? Почему они не беспокоились о тех мечетях, которые были взорваны в Ираке, которые были взорваны в Сирии? Я был в Сирии два года тому назад, я глазами своими видел взорванные мечети. Почему тогда никакой это самый Аллен Делон и прочие ненормальные не подписали эту бумагу и не отправили ее в ЮНЕСКО, что Аман-Ингенеды, надо спасать эти памятники? Речь идет именно о насаждении исламофобии. И Франция стоит во главе этого движения, потому что Франция всегда боялась выходцев из своих же бывших колоний, из Алжира, из Марокко, из Туниса. Они всегда боялись их. И сегодня они продолжают эту политику нагнетания, что вот христианские памятники. Почему никто из них не сказал о том, что Шуша это вообще жемчужина архитектуры, что Шушу надо включить в список ЮНЕСКО? Мы этот вопрос сегодня поднимаем. Азербайджан поднимает этот вопрос. Я знаю, что Министерство культуры ведет очень большую работу. Почему это мировое сообщество не говорит об этом? Мне кажется, что тут ответ на этот вопрос на поверхности. И еще один момент. Со всех храмов, находящихся в азербайджанских районах, которые были под оккупацией армяне, снимают кресты и колокола. Они по себе судят? Они думают, что азербайджанцы так могут поступить, как они с нашими памятниками поступили? И с учетом того, что в центре Баку находится армянская церковь в целости, в сохранности, зачем они это делают? Слушайте, они просто воруют. Они ни о чем не думают. Они в этот момент просто думают, что можно еще прихватить по дороге с собой. Если они унитазы свои утаскивают отсюда, вы говорите о крестах и говорите о колоколах. Кресты и колокола – это памятники истории. Они завтра эти кресты поставят у себя в каком-нибудь музее и будут демонстрировать и говорить, что вот это армянские кресты, которые мы еле-еле успели снять и увезти, когда эти азербайджанцы нас оттуда выгоняли. Вы знаете, что в центре Еревана есть знаменитое на весь мир хранилище книг – «Мятенадаран». Во-первых, что такое «Мятен»? Это не армянское слово. «Мятен» – это текст. Это сборище текстов. Основа этого «Мятенадарана» была все-таки заложена тюрками, азербайджанцами, которые жили там. Я не могу сказать, при каком шахе это было заложено, но это, безусловно, тюркское произведение, этот «Мятенадаран». Там хранятся литературные источники именно Кавказской Албании, которые при объединении двух католик-кассатов, албанского и армянского, в начале или в конце XIX века, значит, были все выкрадены отсюда, увезены туда. И сегодня они никому их не показывают. Никому не показывают. Потому что они понимают, что это тут же выявит их ложь, их обман. То есть то, что они увозят кресты, это не по каким-то идейным соображениям, уверяю вас. Они просто продолжают красть историю народа, который имеет более древние корни на земле, на этой земле, чем пришли в XVIII веке армяне. Спасибо вам большое за участие в нашем специальном выпуске. Вам спасибо. Напоминаю, в эфире Сибиси был специальный выпуск. Гость специального выпуска – это Эльбай Гасамзаде, председатель Союза архитекторов Азербайджана. Мы говорили о ситуации с историческими памятниками на азербайджанских землях, которые долгие годы находились под оккупацией вооруженных сил Армении. Оставайтесь на Сибиси и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова